Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, нужно ли во всем искать смысл? Ну, мы говорили с вами, я часто говорю, что человек создан для познания. Познание — это его главная функция, что ли, да, главное делание человеческое. Поэтому, безусловно, мы, в том числе, познаем Бога из происходящих с нами событий. Да и Бог говорит с нами через события и через людей, окружающих нас. Конечно, безусловно, в нашей жизни нет ничего случайного. Нет ничего случайного. Ничего случайного с нами не происходит, потому что мы Богом хранимы. Или же, наоборот, действуем осознанно, исходя из своей гордости, самости и так далее. Поэтому во всем, что происходит с нами, в тех людях, которых мы встречаем, в тех событиях, которые с нами происходят, есть определенный смысл, есть определенная подсказка, и не то, чтобы надо постоянно смотреть по сторонам и ждать некоего знака, который нас подвигнет вправо или влево. Нет, это совсем не так. Но то, что надо жить очень внимательно, очень внимательно, чтобы не пропустить что-то, это так. Если говорить о том, что вот, вы знаете, вот мне кошка перебежала дорогу, или солнце сегодня ярко-красное, или луна сегодня слишком круглая, то в этом, наверное, смысла никакого нет. И для нас это никакая не подсказка, это есть природное явление, и мир себе вокруг нас живет как хочет. Но во встречах с человеком, в неком, как бы точнее сказать, ну в неком чувстве, да, которое приходит часто от ангела-хранителя, да, какой-то такой вот остановки, в мысли, которая пришла нам в голову в неожиданном, в прочитанном нами, во всем, что встречается нам, не то, чтобы надо искать смысл, но надо не пропускать это так, просто вот мимо ушей, как просто быстро текущее время. Жить надо вдумчиво, вдумчиво, осмысленно. И это очень и очень важно. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и подпишись и подпишись.